Дальше, ну, сейчас занятия. Я планирую провести несколько в другой форме, чем Анна Владимировна, больше похожей на форму семинара, по крайней мере его первую часть. Поэтому призываю всех вас к активному участию. Рассказывать я все буду в формате вопросов. То есть я буду показывать материал, ну, это такая коммуникативная методика, я и обучалась в Германии, и как-то мне нравится ее применять в своем преподавании. Я буду вам показывать материал и прошу всех вас участвовать в ответах на вопросы. То есть кто-то из знаний уже, ну, знает заранее это, кто-то может сообразить по ходу. То есть прошу всех вас не стесняться, а громко давать возможные ответы. Да, и включать микрофон, конечно. Да, я буду часть времени, наверное, ставить, мне так удобнее рассказывать. Смотрите, значит, я бы хотела объяснить, зачем нужен этот курс ведения в уралистику. Здесь, конечно, не все люди специалисты по уральским языкам. Но мне кажется, что именно вот этот курс, он нужен и специалистам по алтайским языкам. Почему? Потому что речь часто идет об уральско-алтайских контактах. И нужно понимать, с каким языком мог контактировать тот язык, который изучаете вы. Что уже известно об этих контактах и тому подобные вещи. Поэтому в рамках вот, ну, введения я остановлюсь в первую очередь на датировках и на контактах. Как мы видим, ну, пожалуйста, все, что есть на каждом из слайдов, старайтесь внимательно запомнить. Может быть, сразу зафиксировать себе, потому что на следующих слайдах будут вопросы касательно этого. И будет сразу видно, кто внимательно слушал, а кто не зафиксировал. Итак, про уральский язык основа. Здесь я излагаю традиционную точку зрения, которая была, ну, предложена, опубликована на русском языке в книге Хайду. Уральские языки и народы, переведенные Хилинским. В настоящее время происходит такое, что, ну, меняются точки зрения о датировках. Ну, вот я как раз изучала все западные работы, подготовила статью с их обзором, но все-таки наиболее взвешенные я по-прежнему считаю вот эти вот датировки, поэтому их вам даю. Про уральский язык основа распался в пятом-четвертом тысячелетии до нашей эры на два языка – профиноугорский и просамодейский. Далее афиноугорский распадается на профинопермский и проугорский. Финопермский распадается на профиноугорский, который потом распадается на еще ряд языков. Вот. Здесь я, вы видите, внизу указаны уральские языки. Исходя из проязыков, из названий языков, давайте с вами подумаем, какие языки могут относиться к какой группе. То есть, начиная с самого начала. Вот вы видите, прибалтофинские языки, тут на самом деле, ну, опечатка, тут должно быть финноволжские языки. Не профинопермский, а профиноволжский, который потом распадается на прибалтофинский и еще на четыре, как бы, такие ветви. Видите, это первая ветви, где семь языков, один, один и один. Как вы думаете, какие языки относятся из вот выписанных книжек к прибалтийско-финским языкам? Пожалуйста, ну, выскажите свои какие-то гипотезы. Эстонский. Так, еще два. Финский. Венгерский, вы думаете, прибалтийско-финский? Нет. Саамский. Семь. Семь прибалтийско-финских языков. Но если сложнее, мы можем пока оставить вот пять языков под вопросом, пройти по другим, потом вернуться к этому. То есть, карельский правильно, третий язык, коми нет, он будет в другом месте. То есть, пока мы отнесли в цифру семь языки финский, эстонский, карельский. Дальше. Наиболее близкий к прибалтийско-финским языкам относится к финно-волжским. Какие языки, как вы думаете? Марийский. Правильно. Извините, пожалуйста, вас не слышно. А вот, да-да-да, вот сейчас выключите. Саамский, мордовский, марийский относятся к финно-волжским языкам. Другая группа отделилась от финно-пермских. Это пропермские языки, которые распались в восьмом веке нашей эры. Какие языки являются пермскими? Коми. Коми, и еще? Кто наиболее близкий к коми? Ну вот, коми, у них на самом деле три языка. Коми-пермянский, коми-зырянский, коми-язвинский. А наиболее близкий к коми-этнос, это? Коми. Коми. Марийский. Мансийский. Мансийский. Коми-лайнский. Ханты. Между собой очень, в общем-то, ну, близки. Дальше у нас язык идет проугорский. Он распался довольно давно. Видите, во втором тысячелетии до нашей эры. Угорские языки уже здесь звучали из этой группы. Какие языки являются угорским? Погромче никого. Венгерский. 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 Совершенно верно. Венгерский язык отделился очень рано. Второе тысячелетие до нашей эры, и с тех пор он существует один. И дальше, уже в пятом веке нашей эры, разделились хантыйский язык и мансийский. И вот у нас осталась последняя группа. Это самодейские языки. Они распались на рубеже эрф, фактически. Южные и северные языки. Какие языки у нас здесь остаются, и мы можем их отнести к самодейским? Селькубский. Ненецкий. Это северный самодейский. Селькубский, южный самодейский. Еще какие? Ненецкий. Ненецкий тоже очень близок к Ненецкому. Еще какой? Совершенно верно. Камасинский. Это вот опять в ту группу, где было 7 недоскаженных. Это, смотрите, самодейские языки, это те, которые живут в Сибири, на севере. Ненецкий. Да, совершенно верно. И Моторский. Вот это языки. Сейчас мы откроем на карте, вы увидите то, что вы перечислите. И тут мы повторим то, как вы, так сказать, сейчас это зафиксировали себе. Итак, возвращаясь к прибалтийско-финским языкам. Вот вы уже называли многое из этого. Значит, у нас было три. Финский, эстонский, карельский. И какие языки остались еще не нашедшие классификации? Ижорский. Так. Вотский. Так. Ливский. Ивепский. Таким образом, мы разобрались с вами с языками. Ну, постарайтесь сейчас как-то запомнить датировки. Мы еще к ним вернемся, но уже в рамках проверки. Итак, вот карта. Разными цветами помечены языки. Те, которые мы сейчас с вами называли. Ну, попробуйте сказать, как вы думаете, какой цвет, какой язык. Потом я покажу ответ, насколько это правильно. Коль, погромче. Какой именно зеленый? Темно-зеленый. Который в районе чего? Европы. Да, в районе Европы. Еще какие? Это правильно, это венгерский. Венгерский язык уже в Европе. Видите, рядом, не так далеко от Альп. Какие еще языки вы можете догадаться, где располагаются? Оранжевый кто? Погромче. Давайте это мы оставим. Я покажу ответ, вы сами увидите. Правильно, нет? Еще какие? Прибалтико-финский, это оранжевый. Я должна остановиться, сделать одно уточнение. Вы видите, что здесь кажется, что этих языков довольно много. Это я так разместила карту начала 20 века, до революции. Вот, потому что сейчас уже, конечно, совсем другое количество носителей. Вот, и до революции на самом крайнем севере жили носители какого языка? Они сейчас там живут, просто их довольно мало. Вот там вот, на самом крайнем севере, светло-зеленые. Да, значит, светло-зеленые это саамы. А носители прибалтийско-финских языков живут, как вы сами видите, где? Да, под ними. Правильно. Как вы думаете, розовый цвет, это какой язык? Ну, вот такой вот розовый, который находится... Нет, который, не которых мало, а который вот достаточно много. Ну, если вы представите себе карту, современные носители каких языков там проживают? Марии. Кого? Иски. Вот сейчас тогда включим, увидите. И, ну, такие еще большие места заселения. Синий, который на самом севере, наиболее восточный. Как вы думаете, носители какого это языка были? Есть какие-то идеи? Видите, за полярным кругом уже находятся на самый восток. Ну, я показываю ответы. Так, ответы у нас надо немножко подуменьшить. Вот так вот. Давайте остановимся на современном состоянии этих языков, глядя на карту. Вы видите, самские языки, их было очень много, гораздо больше, чем даже, ну, прибалтийско-финский. Сейчас самов, живущих на территории России, осталось буквально несколько носителей. Мы в рамках Гранта РНФ собрали данные от последних носителей Нотозерского, Терского, Самского. Разговаривают, есть какое? Там осталось по два человека. Разговаривают побольше на кельдинском, литературном, саамском, но тоже это, конечно, ну, уже очень мало носителей. На территории Финляндии и Норвегии живут саамы. И Швеции, да. Но их, конечно, довольно мало. Они живут более-менее традиционным хозяйством занимаются в Финляндии. Их, конечно, их мало. Подавляющее большинство там финнов. А мы видим, что вот красным цветом отмечен финский язык. В то время их было даже меньше, чем саамов. Было очень много карелов. Вот, это желтый. Сейчас на карельском языке, ну, только в семьях-энтузиастах разговаривают дети. В основном это старшее поколение. Вот этим вот розовым цветом, на котором я останавливалась, это коми. Коми. И рядом с ним к нему примыкает удмуртский. Значит, удмуртский отмечен голубым цветом. Носителей марийского языка их было достаточно немного. Они отмечены вот над Москвой таким светло-зеленым цветом. Под ними проживали носители мордовского языка, желтым цветом. Вот, не так... Коми, вы видите, было носителей достаточно много. Рядом с ними были носители мансийского и хантыйского языков. Вы видите, что они занимали, ну, на самом деле, огромную территорию в протяженности около трех тысяч километров. Вот, в диаметре. Сейчас, ну, по данным переписи, носителей хантыйского языка около десяти тысяч, мансийского языка около четырех тысяч. И владеют хантыйским языком практически и на мансийском, в основном, литературным. То есть, те диалекты, которые были распространены на огромной территории, остались буквально единицы носителей. Вот, и мы активно проводим экспедиции ко всем группам хантов и манси. Вот этим летом мы запланировали экспедицию в Нижневартовский район, к восточным хантам и манси последним. Если есть желающие, вы тоже можете подойти и принять участие в этой экспедиции. В мае ребята ездили, вот, Николай, Виктория, Воробьева, Наташа, Кошелюк, Лена Ковалева, ездили к носителям в Осюганске унхантам, которые живут здесь не так далеко от Томска, на реке Осюган. Вот, нашли там последних носителей. Фактически хорошо, ну, так более-менее хорошо, говорю, только одна женщина. Вы понимаете, какая большая важность фиксации этих исчезающих языков, которые еще в начале 20 века были распространены на такой значительной территории. Дальше мы поднимаемся к носителям самодейских языков. Оранжевый – это ненецкий. Ненецкий язык занимал очень значительные территории тогда. Но сейчас это единственный самодейский язык, который не находится на стадии уничтожения, исчезновения. В нем сейчас больше 40 тысяч носителей, то есть он уже перестал быть вот малочисленным, угрожаемым. Вот, рядом находятся языки селькубский. Вы видите, в прежние времена селькубов было достаточно много. Еще в лаборатории Дульзона в Томске были собраны материалы от более чем 20 носителей, более чем 20 диалектов. Это было в 60-е годы. Сейчас мы буквально по единицам находим одного-двух носителей нарымского диалекта, одну женщину, которая выучила среднеамской диалект. Было три носителя кетского диалекта, сейчас один умер. Говорить о том, что они носители, сложно. По кетскому диалекту они просто помнят отдельные слова. То есть вы видите, как катастрофически исчезают языки. Поэтому здесь наша задача их зафиксировать, как можно больше выезжать, и научно осмыслять, пока еще возможно, вот осмыслив, да собрать именно то, что тебе нужно. Носителей нгоносанского языка, вы видите, было как много. Сейчас речь идет о десятках носителей всех трех диалектов. Вот, то есть несколько десятков. А теперь мы с вами начнем, немножко повторим то, что было на первом слайде. Давайте прошу вас отвечать на вопросы. Четвертое, пятое тысячелетие район Уральских гор. Как вы думаете, какой из перечисленных проязыков располагался там? Проуральский. Проуральский, совершенно верно. Он располагался в районе Уральских гор. Коснусь немного вопроса о том, на основании чего выделяется та или иная проязыковая прародина. Значит, ну, гипотеза о том, что уральский язык находился в районе Уральских гор, но не удается пока уточнить с востока или с запада, она была традиционной. Потом перевешивали сторонники гипотезы о том, что она была в Западной Сибири. Но настоящий анализ, сравнение данных по палеобиологии, реконструкция названий не дает нам возможности склониться к Западной Сибири, а все-таки это уральские горы, и никак нет возможности ограничить ареал, пока у нас данных слишком мало. Почему у нас так мало данных о проуральском языке? Потому что он распался на две ветви, финно-угорскую и просамодийскую. Вы видели по карте, что самодийцы ушли на север. На севере определенная природа, схожая тому, как в Томске. Просамодийцы жили примерно не так далеко от этого ареала. Именно здесь есть музей просамодийской культуры, экспозиции, археологических находок, найденных тут. И здесь природа суровая, северная. Здесь не произрастают европейские многие деревья. Поэтому самодийцы, даже если в проуральском они были, они их утратили. И поскольку это два языка, парное сравнение, мы никак не можем установить, были ли эти деревья или нет. Какой язык распался во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры? Какой? Профин-Наугорский. Профин-Наугорский, совершенно верно. Он, ну, вот здесь я расскажу о моем личном исследовании, доказательстве, которое я пыталась провести, что можно определенно локализовать ареал, где он располагался. Это Верховье Печоры, Северный Урал. Возможно, что он занимал значительно большую территорию. Но вот этот ареал, мы можем говорить о нем с достаточной степенью убедительности. Почему? Потому что удается восстановить несколько названий животных, птиц, то есть рыб и зверей, которые дают нам установить этот ареал. С одной стороны, это лосось благородный, который водится только на европейском севере. С другой стороны, это уклейка и соболь. Ареалы распространения этих рыб, они фактически не изменились со Среднего Голоцена, то есть с третьего тысячелетия до нашей эры. И, значит, и они не изменились, и они нам дают возможность установить именно такой ареал. Верховье Печоры, Северный Урал. Их пересечение достаточно небольшое. Дальше, следующая группа, рубеж эр, или конец первого тысячелетия до нашей эры, Западная Сибирь. Как вы думаете, какой-то? Нет, проуральский у нас распался четвертый, пятый тысячелетий. Финноволжская. Какой? Финноволжская. Западная Сибирь? А, нет, проупско-угорская. Нет? Проупско-угорский? Ханты и Манси, они очень близки. Западный. Они распались где-то в восьмой век нашей эры, а здесь конец первого тысячелетия до нашей эры, рубеж эр. Про Самодийский, совершенно верно. Вот, значит, здесь мы, где его локализовать? Нельзя сказать, что в настоящий момент это, ну, такое общеизвестное место. Но есть ряд работ на эту тему, в частности, работы Хилимского. Кто-нибудь знает, какие есть доводы, ну, и, понятно, из тех, кто изучал работы Хилимского, чтобы локализовать самодийцев именно в Западной Сибири, не так далеко от Томска? Верно. Во-первых, это, в первую очередь, это контакты. Контакты с другими языками. Значит, когда мы подойдем до контактов, мы увидим, что у прасамодийцев есть достаточно надежный контакт. С одной стороны, с тюрками, с другой стороны, с тунгусоманьчжурами. И с енисейцами. Анна Владимировна, наверное, вам говорила, что прародина Тюрк изначально была, вероятно, в районе Ордоса. Ордос – это провинция Китая. Провинция Китая. Но потом они, достаточно рано, еще до рубежа Р, начали кочевать в районы каких гор? Алтайских гор. Да. И, ну, соответственно, если были контакты с тюрками, место расположения прародина, которых достаточно известно, значит, самодийцы должны были жить не так далеко от Алтайских гор. Про Тунгусов известно хуже, где они были. Но тоже ясно, что их прародина протунгусская была где-то все-таки, ну, на востоке, да, а, естественно, не западные уральские гор. То есть мы поэтому склоняемся вот к такому западно-сибирскому локализации прародины, название фауны этому не противоречит. Хилинский занимался активно анализом археологических гипотез, и на тот момент он склонялся к расположению в треугольнике Томск-Красноярск-Енисейск. Вот, но археология идет вперед, и, конечно, может быть, какие-то моменты еще будут уточнены. Как вы думаете, кто располагался в районе Салихарди-Нижней Аби в конце первого тысячелетия до нашей эры? Кто? Проуборский распался язык в третьем тысячелетии, где-то в районе второго-третьего тысячелетия до нашей эры. А это все-таки конец первого тысячелетия до нашей эры, то есть почти рубеж. Здесь у меня такой момент, что на первом слайде была датировка по-традиционной, а здесь я дала датировку более раннюю, когда этот этнос еще активно существовал, по данным археологов. Это проуборский, то есть вы были близки, что это проуборский, но уже после распада. Вот эта вот гипотеза, она высказана только в самых недавних работах археологов, которые нашли на территории культуры усть-Палуя, которая располагается от Салихарда до Нижней Аби, явные свидетельства ее преемственности с культурами хантов и манси. Это такое открытие археологическое, и очень здесь интересно то, что археологи показали явные, очень интенсивные контакты между носителями этой культуры в районе Салихарда, представляете себе где это, да, с носителями культуры самодийцев, располагающихся в Западной Сибири. То есть у них были активные торговые пути, обмен, керамика и так далее. Это опять же открытие археологов. И здесь оно хорошо соответствует нашим лингвистическим данным, потому что уже в словарях были отмечены сепаратные параллели между обско-угорскими, хантыйским и мансийским, и самодийскими, ненецкие, енецкие, анганасанские, селькубские языками. То есть были контакты уже после распада между самодийскими и обско-угорскими языками. Но были они не на территории Западной Сибири, как думали ранее, а на территории от Салихарда до примерно чуть ли не Красноярска. То есть такой путь занимали носители вот этих вот двух активных культур. Они были фактически на тот момент рубежа эр, как короли вот этого пространства. У них была очень развитая культура, можете почитать про нее. То есть это было действительно огромное, у них было замечательное вооружение. То есть это была мощная культура ханты-манси и самодийцы. Как вы думаете, кто располагался в конце второго тысячелетия до нашей эры по Волге между Устьями, Оки и Камы? Прафино-Волжский, совершенно верно. Ой, Прафино-Пермский. Какие доказательства этого расположения? Как вы видите, Прафино-Волжский располагался еще более западно. Здесь достаточно хорошо ясно, уже на основании лингвистики, что изменяется реконструкция названий деревьев. Появляются те деревья, которые не растут в Сибири. В частности, появляется орешник, ольха, дуб. То есть вот эти вот деревья, они не растут в Сибири, и они показывают, что носители финно-пермских языков проживали уже значительно западнее. Какая культура, как вы думаете, располагалась в первом тысячелетии до нашей эры в Средней России? Южнее 60-й параллели, то есть южнее Москвы, примерно. Финно-Волжская, да, из которой произошли Мар-2, Марийцы, Саамы и Прибалтийские финны. Доказательство этого места расположения – это появление названия Ясеня. Он произрастает к западу от Волги. Поэтому ясно, что прародина начиналась примерно с Волжского побережья. И в целом встречаются еще другие – липа, клён, то, что указывает на южное месторасположение. Итак, повторяя то, что было на предыдущих слайдах, прошу активно угадывать. Как вы думаете, какой кружочек показывает какую из прародин, которые мы обсуждали ранее? Уральская, совершенно верно. Красный кружочек. Красный кружочек, смотрите, он очень северно. Финно-Угорская. Совершенно верно, Финно-Угорская. Да, это финно-Угорская культура, которую, помните, в ней есть лосось и уклейка, которые водятся вот там вот, начинается их ареал оттуда. Но заходит немножко к востоку, потому что есть соболь. Примерно на середине этого красного кружочка территория расстроения соболя заканчивается. Соболь не живет в Европе, так недалеко заходит. Итак, синий кружочек, как вы думаете, кто это? Обско-Угорская. Обско-Угорская. Нет. Синий. Синий. Самодийцы, конечно, это самодийцы. А над ними зеленый кружочек. А, Обско-Угорская. Обско-Угорская. Вы видите, какую большую территорию занимали эти две культуры. Самодийцы были северные, под ними были... То есть, Обские Угры были северные, под ними были самодийцы. И желтый кружочек это... Синий-Угорская. Синий-Угорская. Синий-Угорская культура. Вот примерно... Ну, вы видите, что здесь не все культуры вошли, потому что про некоторые, например, про Угорскую у нас, по сути, нет информации пока никакой. То есть, я дала только те культуры, о которых есть информация, ну, доказательства какие-то их месторасположения. Итак, контакты. Фино-Угорские языки. Как вы думаете, с кем они контактировали? С тюрками? С тюрками. Со сломянами. С тюрками. Не слышно. Заимствования являются раннеиранскими, до распада индоиранской общности, глядя на эти слова. Есть ли возможность тех, кто знает иранистику, у нас есть тут один человек такой в аудитории, как-то это обосновать? Погромче, Лен, включите микрофончик и на кнопочку нажмите. Ну, по звуковому составу, то есть, например, аспирированный звонкий Д, он довольно рано, в общем-то, исчез во всех индоевропейских языках. Знаете, Д здесь не могло отразиться, потому что в уральских языках нет звонких. То есть, то, что глухие согласные передаются, это естественно. Они бы так из иранских передавались. А вот такой признак, что... А, ну, все должно было превратиться в а, на самом деле. А, совершенно точно. Все эти гласные Д, О и А совпадают с индоиранской передавались. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что можно сказать о языке-источнике, глядя на вот это... Конечная R, да? Да, что там R. То есть, это источник либо булгарский, либо протюрский. Но не общий тюрский, не древний тюрский, не другие языки. Именно из-за R. Но нам указывает, что это не булгарский, потому что в булгарском уже произошла булгарская палатализация перед гифтонгами. А в языке, ну, в просамодейском языке, но это нуждается в дальнейшем исследовании, но похоже, что этой палатализации не было. Примеров не так много надежных я здесь не привела, но вот Анна Владимировна сказала, что ее такое впечатление, надо это еще исследовать. То есть, поэтому она вот склоняется, что язык-источник протюрский. Но в любом случае, это не тот источник тюрский, который дал все тюрские языки. Это тот, который наиболее был близок к чувашскому. Это особая ветвь, либо это ранний праизык, либо это булгарский, который более близок к чувашскому. А теперь давайте посмотрим на второй пример, одежда-шуба, который, видимо, связан с тунгусоманьчжурскими языками. На тазнике, ну, это такие штаны, которые обматываются, ну, как вот такая вот одежда. Вот такая вот одежда у них, вы можете посмотреть, в традиционной одежде тунгусов есть такая одежда, в которой штаны такие, ну, обморбки фактически вокруг таза. Вот. Как вы думаете, глядя на это, и много таких примеров, какой фонетический момент может свидетельствовать о языке-источнике? Начальное П. Начальное П, совершенно верно. Вы видите, что в северно-тунгусских языках, которые в настоящий момент имеют с самодийцами реальные контакты, и венкисты, у них П переходит в Х, вот, а здесь у нас сохраняется П. То есть, поскольку южные тунгусские языки живут на Сахалине, их носители, на Амуре, они не могли иметь контакты, то речь идет о проязыковых контактах. И у Хилимского в книге «Хилимский-Аникин» собрано, ну, штук семь таких заимствений ПП, которые свидетельствуют о том, что эти контакты были проязыковыми, еще до перехода ПВХ. Итак, угорский язык, с какими были контакты? С иранскими, еще с какими? Под вопросом с тюркскими, еще с какими? Больше, ну, да, со славянами, конечно, я вот здесь неправильно не отметила, были явно совершенно... Но со славянами, вот здесь я сейчас чуть позже скажу, про Угры, которые были во втором тысячелетии до нашей эры, со славянами контактов у них быть не могло, понятно, потому что тогда еще и славян-то не было таких, вот как славяне. Контакты были у венгерского, более поздние со славянами. А у угорского самого явные контакты были только с иранцами. Притом, видимо, именно с теми иранцами, у которых не произошло часть иранских переходов. Сейчас я на этом восстановлюсь. А у обско-угорских языков были контакты, как вы думаете, у хантов и манси с кем? Тюрки, конечно. Тюрки. Еще кто? Тоже иранцы. С тунгусами контакты были, ну, видимо, либо очень слабые, либо не до конца исследованные. Есть книга-футоки на эту тему, но там не так много примеров надежных. Вот, значит, здесь я бы хотела немножко подробнее остановиться на контактах с иранцами. У обских угров Хилимский выделяет два типа иранских заимствований. Первый тип – это заимствования, очень близкие современному осетинскому языку. То есть, видимо, это чисто аланские заимствования. Вы видите, как увидеть, что они близки осетинскому, то, что вы видите, вот авистийский – это наиболее близок к проиранскому язык, или общий иранский, и осетинский. Мы видим, что большое сходство именно с современным осетинским. Они очень сильно отличаются от проиранского. А другой тип заимствований – это тот, в котором не произошел общий иранский переход в сэфхэ. То есть, мы видим, что они не похожи ни на один из языков современных иранских или среднеиранских. Это какой-то особый язык. Лен, вы не видели работу Хилимского об этом языке-источнике? Очень интересная работа, в которой собраны все такие случаи, описаны их фонетические особенности. И он приходит к гипотезе, что это были носители андроновской культуры. Это слова не настратические, ну, их сходство не настратическое, потому что они из уральских языков присутствуют только в обско-угорском. При этом, по соответствиям, настратическими они быть не могут. Гипотеза о том, что слова не настратические высказывалась про другую группу, которая показывала выше, заимствованные в финно-угорске. Помните, мед, рог и так далее. Она высказывалась... Да, ну, я занималась этим вопросом подробно, потому что я к Хилимскому даже поехала на стол. Плажировку в свое время в Гамбург, на год, именно с целью исследовать этот язык, который вот отразился в обско-угорских и пермских заимствованиях. Там выделяются определенные фонетические особенности, и очень они четко проходят по всем заимствованиям, и предполагается, что это андроновцы. Особое племя иранцев, которое проживало в районе Сибири. Вот. Вы можете более подробно посмотреть в этой статье. Она очень, на мой взгляд, хорошо написана, ясна, и можно вот это вот увидеть. Вот здесь сверху написано финно-пермский, финно-волвский. Как вы думаете, с кем у них были контакты? То есть европейские, финно-угорские языки, финно-пермский, финно-волвский. Какие контакты, как вы думаете? Ну, пермские, да, у них были контакты с иранцами и с балтийскими. Очень важно понимать, что на этом этапе финно-пермский, финно-волвский и пермские контактов хороших с тюрками не было. То есть это то, настоящие, да, активные контакты с тюрками начались с момента существования булгарского городища, которое датируется 9 веком нашей эры, более поздний. С того момента контакты с тюрками были столь интенсивны именно при господстве тюркского этноса, что в ряде языков, например, в марийском, речь идет примерно о 70% тюркских заимствований. Но они все, ну и в других тоже схожая статистика, но они все произошли позже. А вот этот вот период, начало, ну, конец тысячелетия 1-го, начало нашей эры, еще контактов с тюрками не было. Были контакты с иранскими племенами, то есть, видимо, с вот этими вот андроновцами и саланами и балтийские. Вот, еще примеры, что были и в финноволжских языках, вот эти андроновские, предположительно, заимствования. Вы видите, что слово утхар, например, в имя, оно вообще не засвидетельствовано в иранских языках, только в индийских. И здесь вот, ну, мы видим явно связь с финноволжским в имене. Да, слово канад, цепь, веревка в иранских, только с другим суффиксом. Здесь явно идет речь о каком-то ином источнике. Это не мог быть индийский, потому что они располагаются очень далеко. Вероятно, это были вот эти вот андроновцы. Вот заимствования из балтийских языков. Из балтийских языков здесь они, и в заимствовании из балтийских языков, в первую очередь, были в прибалтийско-финских языках. Понятно, в эстонском, карельском, финском. Какие особенности фонетические вы видите в этих заимствованиях? Какие вы? Да, ж, отраже, ше проязыковое отражается как хе. А еще какая особенность такая яркая? Те как се. Эти особенности, очень интересно, что они произошли во всех прибалтийско-финских языках при развитии их из финно-угорских. Ну, это сравнение проводится всеми авторами учебников, начиная с Хайду. И именно они не ставят себе задачи реконструировать прибалтийско-финскую форму. Почему? Потому что часто в балтийских заимствованиях наблюдается в целом по вокализму особая фонетика. И реконструировать однозначно прибалтийскую форму мы не можем. В отличие от балтийских, где, конечно, ее реконструировать можно. Но мы видим здесь вот эти вот соответствия, что шеф-хе, который происходит во всех и финно-угорских словах, такие развития. Вот, вы видите переходы шеф-хе и тиф-си. Ну, здесь я уже, так сказать, кратко, ну, мы остановились на контактах. А теперь я в более такой форме лекционной расскажу про то, какие я бы советовала основные работы читать, по какому вопросу уралистики. И немножко расскажу об истории вопроса. Естественно, переписывать это не надо. Мы это представим на слайде, эту презентацию. И можно будет всегда обращаться к ней как к списку литературы по истории вопроса. Ну, в своей краткой обзоре по истории вопроса я остановлюсь не на всем, а на том, что наиболее близко мне. Это сравнительно историческое языкознание в уральских языках, контакты, этимология, фонетика, семантика. Вопросы синтаксиса и морфологии я сейчас, ну, менее рассматриваю, думаю, что они в более поздних лекциях других преподавателей будут рассмотрены, наоборот, более подробно. Наиболее детальной работой, наиболее ранней детальной работой по финно-угорскому, уже такой научной, основательной, по финно-угорскому, уральскому соответствию была работа калиндера. Comparative grammar of the Eurelic languages. Вот, до сих пор я знаю, что вот ряд аспирантов берут ее как основную для изучения соответствий. Но в целом это уже неправильно, потому что вышли новые работы, новые работы, такие более основательные. В первую очередь мне бы хотелось всем, кто будет заниматься, как-то входить в проблематику уральских языков, посоветовать работу The Eurelic Languages под редакцией Шинера 1988 года. Вот, и уральские языки и народы, по-русски работа Хайду. Конечно, мы на занятии по этимологии будем обращаться к уральскому этимологическому словарю под редакцией Реды 1986 год. То есть это вот основополагающие работы, в которых собраны наиболее такие общие сведения об уральских языках. Вот, мне бы хотелось с точки зрения контактов очень хорошая книга «Eolic Contacts between Eurelican and European Languages» 2001 год под редакцией Янхуна и других финских ученых. Очень много интересных статей в книге Хилимского «Компаративистика-уралистика». Тунгусо-Маньчжурские лексические связи собраны в книге Аникин Хилимский 2007 год. А вот в двух моих последних книгах собрана реконструкция про финноволжского вокализма. Это первая книга об ударении в уральских финноволжских языках. И Тезаурос – это фактически начало словаря, ну, нового словаря, да, полного по сравнению со словарем Редой, куда вошли слова лексика природного окружения. Ее, например, тюркологи могут использовать как возможный источник поиска заимствований. Вот книги по прибалтийско-финским языкам. Наверное, их можно назвать гораздо больше, но это вот наиболее по-русски и известны мне. По саамским языкам я бы хотела в первую очередь отметить две работы. Они, хотя и на финском языке, но на самом деле они столь содержательные, что специалистам можно через это продраться. Это работа Корханна о соответствиях между саамскими языками и работа Лехтиранха – сравнительный словарь саамских диалектов. Очень хорошие работы, основополагающие для саамского языка знания. И работы словарь Самалахти Никель, новый, последний, вышедший в нем, собрана наибольшая подборка по саамской лексике, по северно-саамской. По мордовским языкам я бы в первую очередь, ну, для использования рекомендовала словарь Пасана. Вот он очень большой, в шести томах, и там собрана, ну, вся лексика мордовских диалектов. По мордовским языкам в первую очередь надо знать работы, ну, на мой взгляд, Беке и Берецке. Берецке является основоположником анализа мордовских диалектов, и Аубеке собрана огромная хрестоматия текстов на мордовских диалектов, с которой не сравнилась еще ни одна современная работа. По перовским языкам в первую очередь, конечно, нужно опираться на работы Кельмакова. У него замечательное изыскание по удмуртским диалектам, собран краткий курс удмуртской диалектологии, очерки, истории литературного языка. Он очень многое не издал еще. У него работало много дипломников, кандидатов наук, которые тоже не издали свои работы. Они есть в химках, допустим, в университете. Но когда мы стали исследовать удмуртские диалекты, живой звук, мы все более убеждались в том, в правильности выводов Кельмакова, которые казались не так обоснованы, но поскольку он их делал на основании многочисленных экспедиций своих учеников, то все более мы убеждались в том, какое замечательное его исследование. По обско-угорским языкам, конечно, в первую очередь, мне хочется упомянуть работы Ласко Хонти, который к нам приедет, будет вести здесь занятия. Его работы являются основополагающими и по фонетике, и по морфологии. Фактически сейчас нет в мире специалиста, сравнимого с ним, по сравнительной морфологии, вот Мансийского. И когда я обращалась к другим зарубежным специалистам, все говорили, огромная удача, если с вами согласиться работать Хонти. Поэтому мы должны, конечно, его использовать по максимуму приезд и набраться от него знаний. Хочется отметить также работы Мункачи. Для фонетики и лексикологии очень важны работы Мункачи и Штайнца, и Каниста по мансийскому и по хантыйскому языкам. Вот перечень работ по венгерскому языку, по самодийским языкам. Ну, в первую очередь, хотелось бы остановиться на, конечно, исследованиях Хилимского. Опять вот это та же ситуация, что и с Кельмаком, исследуя фонетику, мы все больше приходим к выводу о том, что в работах Хилимского, вот словарь Энницкого языка, словарь Наганасанского, словарь Тазовского языка, несмотря на отсутствие современных фонетических программ в то время, он записывал с огромной точностью. Вот. Нельзя не вспомнить работу Алла Тала с словарем сравнительно селькубских диалектов, с Алмином, с его ненецким словарем и других. Вот. Ну, таким образом, я попыталась рассказать о том, ну, дать общее представление. Завтра я остановлюсь на подробном исследовании уральских диалектов. То, что я буду рассказывать завтра, фактически нельзя найти ни в одной книге. Потому что я буду рассказывать о наших собственных достижениях, о том, что мы услышали благодаря фонетическим программам, в каких диалектах. Что нам удалось уточнить по фонетике с точки зрения существующих традиционных гипотез. И вторая моя лекция будет о памятниках на уральских и алтайских языках, о первых книгах, о которых я говорила вчера. Вот. Здесь тоже, ну, анализ этих первых книг позволил нам сделать довольно много интересных выводов о том, где появился какой литературный язык. Например, для тюркских языков оказывается возможным установить, иногда с точностью до города, где зарождался литературный язык, кто стоял у его основания. Это не так часто удается, но есть уже несколько таких примеров. А по уральским языкам у нас есть моменты, когда мы можем оценить. Вот, например, по мансийскому языку уральния существовало два источника. Мункачи и Каниста. И никто до конца не мог точно сказать. Они противоречили друг другу, какой словарь более правильный, в каком более точном. Сейчас, с тем, что нашлась первая книга русского священника, которая практически точно соответствует одному из источников западных, мы можем надежно уже сказать, и с анализом полевых диалектов, какой источник более полный, более точный. То есть вот эти вот книги для меня, это часто просто дают возможность разгадать загадки, которые невозможно было решить, исходя из современных данных. Спасибо за внимание. Если какие-то вопросы, я буду рада ответить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...